Добрый день, друзья. Новость очень тревожная, мерзкая, подлая. И на данный момент она совершенно не подхвачена информационными агентствами. Об этом не пишут и не говорят, поэтому прошу вас помочь с распространением. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Итак, Уралинформбюро пишет. Россия пошла на уступки Японии по Курильским островам в вопросе рыбы. Россия согласовала увеличение квоты, вылавливаемой японскими моряками продукции вблизи Курильских островов. Решение было принято на 36-м заседании Российско-японской комиссии по рыболовству. Речь идет о 200-мильной зоне в районе Южных Курил. Если ранее квота составляла 77,5 тысяч тонн, то теперь она увеличена до 90 тысяч тонн, пишет телеграм-канал Polaris на рейде. Кроме того, российская сторона, внимание, отменила плату, взимавшуюся с Японией за предоставленные квоты. В 2018 году она составляла почти 790 миллионов йен, то есть 460 миллионов рублей. Еще раз, почти полмиллиарда рублей мы получали с этой территории за то, что предоставляли Японии право вылавливать рыбу. Теперь мы разрешаем вылавливать больше. Было 77 тысяч тонн, теперь 90 тысяч тонн. Оплата вообще отменяется. Стоит напомнить, что Россия и Япония со времен окончания Второй мировой войны не могут урегулировать вопрос принадлежности Курильских островов. Токия считает их свои территории и требует у Москвы передать стране восходящего солнца острова Шикотан и Хабамай. Друзья, я даже комментировать это не могу. И это, после всех митингов, протестов, сбора подписей, ни в коем случае не торговать нашей территорией, где гибли наши солдаты. И они нашли выход. Чиновники дарят соседушке всю рыбу, которая есть в этом море, в этой акватории. Даже те платы, которые взимались ранее, отменяются. Как гражданин Российской Федерации я требую провести финансовую проверку каждого государственного служащего, который участвовал в подписании этого соглашения. Проверить их личные счета, собственность и свежие покупки и чиновников, и их родственников. Исходя из происходящего, я подозреваю глубокую коррумпированность этих лиц. Вот давайте логично. Нередко говорят о существовании в нашей российской политике двух конкурирующих блоков. Китайская партия, которая, соответственно, пытается сотрудничать с Китаем. И японская партия, которая ставит на эту страну. Японские заинтересованы как можно скорее проложить мост на Сахалин. Сделать дороги, возить грузы туда-сюда, Южная Корея, Китай, Япония, вот это все связать. И под эту историю того же Кожемяку, как говорят, делали губернатором Приморье, чтобы свой человек контролировал эти все процессы. И определенные выгоды с этих проектов есть и для нашей страны, особенно если мост будут строить за японский счет, а не за наш с вами. Ну хотя бы частично, чтобы японцы вложились, например, пол стоимости моста была с них. Но при чем тут подобное сотрудничество, строительство мостов, вот этой магистрали и ловля рыбы? Окей, японцам нужна рыба, ну продайте им эти квоты. Дарить-то зачем? Пол миллиарда рублей при наших нищих стариках и сборах детям на операции через смс-ки. Это же прямое предательство. Каждого привлечь к ответу. Уважаемый Владимир Владимирович, вам не кажется, что вот эти чиновники сеют неуважение к нашему государству и к вам лично? Давайте-ка примите хоть какие-то меры. А на этом у меня все. Друзья, только вместе мы сила. Давайте выводить информацию в тренды. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока.